Хотите научиться делать крутые кадры с дрона или научиться летать на спортивных коптерах? Тогда вы зашли на то самое видео! Всем привет! И вы на канале интересных путешествий Turbo Life! И сегодня сравним дроны от DJI и гоночные модели, и мы познакомим вас с первой школой пилотов в Амурской области. Полетели! Совсем недавно в Белогорске открылась школа, в которой учат управлять дронами, а также собирать их самостоятельно. Эта школа преимущественно для детей и подростков, и открыта она на базе Центра дополнительного образования при поддержке Лиги Дронрейсинга. Пойдемте знакомиться с инструктором дрон-кружка в городе Белогорске и узнаем у него все интересующие нас вопросы. Вадим Чанышев занимается дрон-рейсингом и стал победителем соревнований в 2019 году в Благовещенске. А сейчас он учит этому детей. Как возникла идея создать такой кружок? Как вообще вы к этому пришли? Я занимаюсь дрон-спортом и дронами с 2017 года. Наблюдая соревнования, проходящие на Западе России, я озадачивался такой идеей, чтобы такие же фестивали или гонки проходили именно на Дальнем Востоке. Но я столкнулся с тем, что у нас на Дальнем Востоке очень мало пилотов, управляющих именно фристайловыми и гоночными дронами. Есть гоночный дрон, есть фристайловый, и вот есть дроны со стабилизацией DJI, которые мы все знаем. Какие у них есть отличия? О, дроны типа коммерческих, и они подразделяются как на промышленные, любительские. Конечно же, дроны DJI. Это дроны, которые может управлять вообще любой ребенок даже или взрослый, без каких-либо навыков полета. Потому что там присутствует функция стабилизации, возврата домой, облет препятствий. То есть все функции, необходимые для новичка, чтобы не потерять дрон. Фристайловые дроны или гоночные дроны, они, конечно же, на порядок отличаются от коммерческих, любительских дронов. То, что они не имеют у себя стабилизации и требуют более продвинутых навыков управления. Потому что приходится отрабатывать по нескольким именно направлениям стиков. Это так же, как одновременно нужно удерживать газ, работать по рысканию или тангажу. И все это делается одновременно. Поэтому сразу научиться управлять именно гоночным или фристайловым квадрокоптером довольно очень сложно. Слушайте, ну уникальное явление в Амурской области. Белогорск уже начинает удивлять. Мы, конечно, еще снимем нашу честную прогулку здесь, но уже заочно ставим плюсик. А если вы не знаете, о чем мы, то в описании будут ссылочки на наши предыдущие видео из нашей уже постоянной рубрики. Заходите, там тоже очень много интересного. Сейчас мы посмотрим, как занимаются дети и спросим, собственно, их мнение. Узнал я о этой школе. Нам в школе давали визитки, о вообще этой школе, в общем. Там я узнал, что есть, открылся вообще дрон-школу. До этого у меня был опыт. Мне покупали маленькие дроны. Я на них летал. Потом я увидел, заинтересовался. Почитал на сайте в этой школе. И решил сходить сюда на первое занятие. Мне это понравилось. Мой папа увидел в инстаграме страницу. Предложил попробовать. Потом... Потом ты сюда, собственно, и пришел, да? Максим, значит, на симуляторе занимается? Как тебе? Нравится? Получается? Ты уже... Насколько ты уверенно себя чувствуешь? Ну, 50 на 50. 50 на 50. То есть еще нужно полетать? Да, чтобы нормально уже не учил. Сколько времени нужно научиться от начала до того, как человек может сам запускать дрон? Чтобы научиться летать на, допустим, DJI, достаточно буквально посмотреть какие-то обучающие курсы на канале именно DJI. Они периодически выпускают курсы. И уже в течение недели можно спокойно летать на DJI. На коптерах DJI. Чтобы управлять дронами типа фристайл или гоночные дроны, достаточно, чтобы держаться на воздухе, достаточно пройти симулятор. И в течение года можно уже спокойно как бы слетать. Какие есть планы развития именно вот этой группы? К чему идут ребята? Задача такая. Буквально за менее полгода научить детей, как определенным нюансам квадрокоптера, по сборке его управлению в симуляторе и весной уже участвовать в соревнованиях по дрон-рейсингу. Насколько активно отреагировали дети и их родители, то есть как быстро набралась группа, насколько большой был интерес? Интерес на самом деле у детей очень большой. Родители сразу тоже большинство откликнулись. Им было тоже на самом деле интересно. Я провел для них презентацию, где показал о том, где применяются дроны, какие проводятся соревнования. Что такое дрон-рейсинг? Дрон-рейсинг – это управление коптером с прохождением определенных препятствий. То есть есть ворота, контрольные точки, которые необходимо проходить на квадрокоптере, соблюдая определенную высоту и добраться до финиша как можно быстрее. Соревновательный момент складывается не только в управлении дрона, но и то, как был сконструирован на самом деле дрон. Пообщавшись с Вадимом и ребятами, мы очень прониклись этой темой. Но так с наскока научиться управлять настоящим дроном нам так и не удалось. Да, оператор дрона – это вполне себе уже настоящая профессия. И именно такое направление первым открылось именно в Белогорске. Амурская область не перестает нас удивлять. Ну а как вы относитесь к дроном и отправили бы своих детей обучаться в такой замечательный кружок? Ну а если вы уже настоящий пилот дрона, то пишите об этом в комментариях и делитесь своим опытом пилотирования. Ну а с вами были мы, канал интересных путешествий Turbo Life. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео. Ну а мы погнали в новое путешествие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!